В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Стиль линжери или бельевой стиль возник в моде, пожалуй, от того, что однажды раскрепощенные женщины решили не скрывать от посторонних глаз свое роскошное исподнее. И комбинация из шелка и кружева превратилась в вечернее платье. А как теперь все это носить в реальной жизни, чтобы было стильно и не было уж слишком откровенно, программа Beauty Time узнала в рамках профессионального мастер-класса. С точки зрения теории, бельевой стиль существует в двух основных идеях – чувственный пеньюар и уютная пижама. Именно так, согласно дресс-коду, оделись гости этой вечеринки. Ну а поскольку все присутствующие имеют то или иное отношение к моде, гостям вечера предложили показы дизайнеров нашего города. В гости вечера ожидают, конечно же, показы челябинских дизайнеров, которые продемонстрируют, как они видят пижамный стиль, пижамные вечеринки. Сладкая вата, сладости, различные зефирки, пастила. Все, что характерно для пижамной вечеринки. Также мы будем расклеивать мутборд, который объединит нас, сделает вот эту вот дружную атмосферу веселую. На самом деле восторги. В Дипом здесь очень много вкусностей. Вообще сама по себе студия очень красивая, уютная. Стиль одежды. На самом деле чувствуешь себя, как будто ты дома находишься. Люди красивые, все на стиле. Очень нравится, очень нравится. Очень много вкусностей. Даже не страшно есть после шести, потому что они все легкие, воздушные. Бандажные платья, силуэтные костюмы, уютные свитеры пастельных оттенков. И как это обычно бывает, модное шоу превратилось в шоу-рум с примерками и обсуждениями с подругами. Вечер проходит в зефирках и конфетках в пастиле. Для меня, как для Дарк-принцессы, это достаточно тяжело. Я спряталась на кошеке психотерапевта и изучаю психотерапию. Но при этом наслаждаюсь показывать. А как показывают? Классные, классные. Весенние, мне кажется. Уже ощущение будет Нового года, но уже весну начинают торопок показывать. Поэтому очень приятно. Мне очень понравилось. Вы представлены довольно-таки теплые, комфортные модели. Хочется примерить, хочется. Вероприятие очень классное. Мне кажется, девочки много чего интересного придумали. Там сладкую вату, дизайнерские вот эти показы. Пижамная сама вечеринка. Ну, такая в тренде сейчас этот стиль как раз. Всем известно, что пижамные вечеринки обычно устраивают в тесном кругу близких людей. Так оказалось и на этот раз. С той лишь разницей, что пижамы здесь дизайнерские, а гости, так или иначе, связаны с модной индустрией. В современном мире важно уметь себе правильно подать. Рассказать окружающим о своих положительных качествах и талантах. Ну, а уж если это востребовано, то внимание этим навыкам уделяется с самого детства. Проект «Школа интеллектуалок», несмотря на свое название, посвящен стилю и хорошим манерам. На первый выпускной пригласили программу «Бьюти Дайм». Часто мода диктует не только то, что нам надеть в определенном сезоне, в ее власти и менять популярность определенного типажа девушек. Сегодня героиня нашего времени в первую очередь умная, занятая и, конечно, ухоженная девушка. Научить совмещать с молодых ногтей все эти качества в нашем городе взялась «Школа интеллектуалок». Первый выпуск которой стал настоящим праздником. Выпускной школе интеллектуалок. Это школа эстетического воспитания для девочек. Мы пытаемся донести до них и надеемся, что нам это удается, что красота внешняя совершенно невозможна без красоты внутренней, что нужно очень много читать книг, увлекаться искусством, следить за собой. Школа для маленьких интеллектуалок преподает в юном леди то, чему не обучают в обычной школе. Это и столовый этикет, и модельная походка, и осанка, и много другого, о чем с удовольствием делились выпускницы. Научили меняться, стремиться к мечте, сделали настоящих леди. Самое сложное было это ходить по подиуму, потому что там много-много правил, и их сложно сразу всех соблюдать. Также танец, это было какие-то движения, надо было учить, и мы даже оставались в какой-то период, чтобы выучить какое-то движение, которое нам было непонятно. И мы научились актерскому мастерству. А еще мы узнали правила столового этикета. На самом деле это было очень интересно, увлекательно. Даже не думала, что так можно красиво держать вилку и нож. Сейчас во всем мире скорость увеличилась, и поэтому работа курсами намного прогрессивнее, чем школьное образование, потому что бывают там какие-то паузы. А здесь за короткий курс тебя максимум информации впускают, и у тебя есть время, чтобы ее поддомо смыслить. Мне кажется, у курсового обучения больше будущего, чем у больших регулярных программ. Своего рода итоговой контрольной стало дефилье, танцевальные и театральные номера и фотосессия, что, по мнению организаторов, лишает боязни камеры и публичных выступлений. Моя дочь Софья стала более уверенная, всегда ходила с удовольствием на занятия, прислушалась ко всем советам девочек, ведущих относительно. Уход за собой, уход за волосами, как держать спину, как ходить, где делать паузы в разговоре. Этот стишок, который они учили, все вместе про стадо, наша группа рассказывала, она рассказала неожиданно на конкурсе чечецов «Классик», и даже вышла и заняла второе место в школьном туре. Для меня это была полная неожиданность, потому что это была ее инициатива, это было очень здорово, потому что повышение самооценки было одной из той причин, по которой мы отдали ребенка в школу интеллектуала. Станет ли их профессия, связанная с выступлением на сцене, дипломатией или модельным бизнесом, пока неизвестно. Но одно можно сказать уверенно – эти навыки в жизни пригодятся еще не раз. «Красота как бизнес» – это проект о людях, которые формируют эстетический облик нашего города. Еще одна история успеха и еще одна концепция индивидуальности в продолжении выпуска. Эффектная и обаятельная. Мудрая, доброжелательная, целеустремленная. Героиня этого выпуска проекта «Красота как бизнес» Яна Гершман ведет активный образ жизни, много путешествует и постоянно обновляет запас своих знаний. Любовь к иностранным языкам возникла еще в детстве. На сегодняшний день Яна говорит на английском, знает иврит и немного арабский. Успешный бизнес Яны Гершман посвящен реальной женщине. Клиентки центра «Формула» получают возможность почувствовать себя легкими и счастливыми вне зависимости от возраста и жизненной ситуации. Спасибо моей маме, потому что она была для меня примером. Она была всегда красивая, всегда следила за собой. И я не могла никак быть хуже. Наверное, так. Когда-то в детстве я занималась гимнастикой. И знаю, что со своим телом, если ты только захочешь, можешь сделать все, что угодно. Я сама преображалась, видела преображение других. Потом меня жизнь связала с фитнесом. Я очень долго была инструктором. В школе мне, конечно, тяжело было учиться, потому что я очень творческая натура. И сидеть за партой, и решать математику мне было сложно. Мне очень легко даются языки, наверное. И с детства тоже изучала английский. Потом полетела в Израиль, начала учить иврит. Там же пригодился и арабский. Не стоило это больших трудов. Мне всегда была интересна психология. Почему человек поступает так? Почему женщина себя не любит, например? И начала читать, читать, смотреть. И я очень много путешествовала. И очень интересно общаться с людьми, узнавать что-то новое. Потому что если мы стоим на одном месте, то мы деградируем. Деградируем. Легко открыть салон в вип-уровне. Это все какие-то твои знакомые. Всегда будут те женщины, которые будут ходить, которые будут ходить за своим косметологом, за собой ухаживать. А вдохновить женщин, которые потеряли какую-то надежду, это совсем по-другому. И для этого мы проводим какие-то психологические тренинги. И я сама была поражена, насколько у нас есть трагические какие-то у женщин ситуации. И как они в этих ситуациях живут и верят в лучшее. И ничего, мне не кажется, в жизни не бывает просто так. Я верю в какую-то мистику, в судьбу. И если ты чего-то хочешь, и тебе нужна помощь, она к тебе придет. Мне очень сложно сказать, где я живу. Потому что я столько передвигаюсь, столько летаю. И я иногда просыпаюсь и не понимаю, где я. В Челябинске я здесь родилась. И здесь уже все построено. Хотя мы развиваем и другие города, и другие страны. Поэтому я очень много где нахожусь. И в Челябинске есть много что привезти. Наверное, у меня призывание такое женщинам помогать и вдохновлять. Очень хочется, чтобы они смотрели и видели, что это все возможно. И в Челябинске возможно. Неважно, где я. В Москве, в Лондоне, или в Америке, или в Израиле в том же нахожусь. Так как это происходит, это происходит везде. Ценю в людях желание. Желание расти, желание чего-то достичь. И любовь. Любовь к миру, любовь к людям, любовь ко всему вокруг. Работа с людьми нужна только тем людям, которые это любят. И сразу видно, когда это делают через силу. Таких людей я вокруг себя не держу. Обязательно должны люди излучать эту энергию добра. Энергию любви, гармонии, общения. И даже если что-то у нее, наверное, не получается, то всего остального можно добиться. Но если ты внутри этого не хочешь, делаешь через силу, ничего не получится. Тем более у женщины. Инвестировать всегда, особенно женщине, нужно в первую очередь в свою внешность, в знания. И тогда она не пропадет. Мужчина, да, он может себя настроить, нужно, да, это цель какая-то у него. И мужчина может сделать все. Женщина, если она не хочет, то бесполезно. Поэтому в первую очередь женщине нужно искать свое место. Там, где ее душа раскрывается. Там, где она чувствует гармонию с собой, с миром. Клиника Диплекс представляет широкие возможности лазерного омоложения. Смос пилинг. Осветление пигмента. Сужение пор. Подтяжка. Лазерная шлифовка. Удаление рубцов и растяжек. Разглаживание глубоких морщин. Термальное омоложение. Здоровый цвет. Плотность. Подтяжка овала. 4D омоложение. Стимуляция выработки коллагена. Восстановление упругости. Полное обновление кожи. Клиника лазерной хирургии и косметологии Диплекс. Телефон 211-23-23. Инновационная система бережного отбеливания КЛОКС. Спрашивайте в группе клиник «Стоматологическая практика». Бенефит. Легендарные косметические продукты и оформление бровей в фирменном броу-баре. Бенефит в Челябинске, в Ильдебаде, Горке. Медико-косметологический центр «Артмедика». «Артмедика». Методики выполнения блефоропластики, фейслифтинга, отопластики. Проспект Ленина, 12А. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Конкурс детских танцевальных коллективов – это не просто яркое и красочное представление, в котором блещут своим обаянием юные артисты. Это и спортивный азарт, и своего рода стимул, который заставляет ребят приходить в танцклассы и стараться на занятиях. Сегодня мы здесь увидим разные-разные номера творческие, разного искусства хореографического. Это и гимнастика, и джаз, и народный танец, и бальный танец, современная эстрадная хореография. Те ребятишки, которые занимаются в разных филиалах школы «Вероника», и которые составлены разными школами, областными городами. Это и Новоснеглазово, и Копейск. И вот те ребята, которые занимаются, сегодня будут выступать. Это их первые шаги. Для многих это первый опыт, интересный, большой. Сложные коллективные постановки и парные номера разных возрастных групп. Подготовка одного такого выступления может занимать целые месяцы работы. Пожалуй, больше всего волнуются в этих обстоятельствах родители в зрительном зале и педагоги за кулисами. Я работаю уже 10 лет с маленькими детьми, и это уже такой образ жизни, а не работа по большей части. Хотя на первых порах, когда они только приходят, это, конечно, определенная трудность, когда ты пытаешься детям объяснить, что им надо стоять ровно и слушать тебя, а не кого-нибудь еще. Готовиться очень сложно. Ну, ты как переживаешь. В первую турниру я даже плакала вначале. Я боялась идти, но теперь хорошо. Ну, я уже привыкла на сцене выступать, но все равно немножко волновалась. Больше за первое место в очередной занятии. Она как только встала на ножки, начала танцевать, и я поняла, что это ее. Нам очень нравится. Ребенок дает успехи. Мы не пропускаем ни одного занятия. Ребенку очень нравится. Сейчас мы можем посмотреть, как у нее получается. Не получается, это уже судьям сегодня. Да, Лерочка? Нравится, что танцевать? Красивая осанка, координация движений, общение с единомышленниками – это далеко не все, что дают человеку занятия танцами. Музыкальность, хорошие манеры, примитие вкуса – это все является для нас главной задачей, которую мы ставим перед собой и в спорте, и в образовании, и в культуре, и в целом воспитании подрастающего поколения. Чем больше выступлений, будь то кастинги, конкурсы или отчетные концерты, тем больше сценического опыта, а следовательно, и уверенности в себе. А это качество – одно из главных для успешного артиста и спортсмена. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Группа клиник Стоматологическая практика представляет имплантацию от кандидата медицинских наук Дмитрия Владимировича Плюхина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новогоднее предложение от территории тайского СПА. При покупке двух сертификатов третий в подарок. Тайвай. Российская 206. Телефон 223-23-20. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она прекрасна. Дарите лучшее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Новым годом! Ваш меховой бутик Фьера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все сюжеты программы Beauty Time, а также новости и анонсы модных событий, все это на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страничках в соцсетях. А у меня все. До встречи. Каждую неделю на сайте bt31tv.ru фотоконкурс с призами от кондитерской Наполеон. Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Наша специализация снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211-50-30. Стилисты проекта. Модный дом я. Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова